Всем привет! Поговорим о пиве! Сегодня у меня на обзоре пиво 8.6 Black. Крепость этого пива 7.9, объем баночки 0.5. Купил я это пиво за 2.05 евро. Мне кажется, что это дорого. Я не буду углубляться в историю этого пива, потому что в первом выпуске этого пива я немножко рассказал об этом. И я считаю, что этого достаточно. Давайте сразу приступим к дегустации. Как мы видим, пена у нас такого немножко копейного цвета. Кофе с молоком, я бы сказал даже. Она довольно-таки плотная. Я бы сказал, что очень плотная. Очень красиво смотрится. У нее очень красивая текстура. Такая мелкая, кремовая. Мне очень нравится, как выглядит оно. Пиво само темно-коричневого цвета. Но если присмотреться на свет, то оно такое красно-рубиновое. Смотрится офигенно красиво. Очень благородно и богато. Аромат этого пива довольно-таки резкий. Он сладкий, копченый, жженый такой сладкий, копченый аромат. Присутствует аромат, очень похож на кофейные обжаренные зерна. Или я пронюкался, или из-за того, что пена спала, аромат немножко ослаб. Но поначалу ощущалась прям такая копченость, обжаренность, сладость и кофейные зерна. Очень интересный аромат. Давайте попробуем его. Пиво карамельно-сладковатое. Именно карамельно-сладковатое. Немножко горьковатое. Но это неудивительно. Это темное пиво. И такие кофейные конфеты. Очень похожи на трюфельные конфеты. Интересный вкус. Но здесь присутствует опять же та же сладость, которая присутствует в двух предыдущих сортах пива. Абсолютно та же сладость, но здесь немножко все поинтереснее. Потому что присутствует кофейность, присутствует жженность карамельная, сладость и немножко наконец-то горечи. Такой приятной, благородной и неотвратной горечи. Из трех сортов пива, что я попробовал от пивоварни Бавария, пока это на первом месте. Также расчищается немножко алкоголь. Все-таки здесь 7,9 градусов. Вы знаете, я доволен этим пивом. Мне оно очень нравится. Я не могу сказать, на что похоже это пиво и с чем его можно сравнить. В нем присутствуют вкусы и ароматы, присущие обычным сортам, темным сортам пива. Здесь еще присутствует уникальная сладость, которая присутствует в каждом сорте этого пива в этой пивоварне. Если в других предыдущих сортах пива эта сладость мне вызывала немножко отвращение, то в этом пиве вместе с шоколадом, карамелью и всем остальным эта сладость немножко дополняет вкус. Я считаю, это пиво подойдет к любому тушеному мясу в печи или в духовке с такой хрустящей корочкой, немножко сладковатой. Также подойдет очень хорошо к мясу на гриле, хорошо прожаренному такому мясу на гриле. Возможно, какие-то сорта сыров подойдут к этому пиву. Еще хотел бы вам посоветовать темное пиво попробовать с черным шоколадом или с какими-то либо десертами, в котором присутствует черный шоколад. Это звучит немножко странно, пиво с шоколадом, с десертом. Это действительно вкусно, когда в пиве присутствуют карамельные ноты, шоколадные, кофейные. И этим пивом можно спокойно запивать десерт из черного шоколада. Вы можете просто взять темное пиво, плитку черного шоколада и попробовать пиво с черным шоколадом. Я пробовал, я знаю, это вкусно. Как бы шоколад дополняет пиво, а пиво дополняет шоколад. И вы как бы остаетесь на одной линии вкусовых ощущений. Короче, пиво мне понравилось. Я доволен, вкус интересный. Это третий сорт пива, что я попробовал от Экированной компании. И мне действительно понравился, и я получил от этого удовольствие. Предыдущие два сорта мне не понравились, потому что они были слишком сладкие. Здесь же присутствуют горечь, кофе, карамель и сладость. И оно все вместе довольно-таки сбалансировано. Поэтому я считаю, что это пиво вкусное. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой взор, подписываемся, ставим лайк, пиво хорошее пиво. Увидимся в следующих выпусках. Пока!